Всем привет, с вами Нази Фешка. Очень странно себя так называть, на самом деле, потому что я себя так никогда в жизни не называю, но это просто название моего канала. Сегодня у меня видео подготовка к дню рождения подруги и, ну, типа блога, я не знаю, подготовка, в общем, потому что я надумала 500 миллионов подарков, но на самом деле нет, но, в общем, надумала и думала, почему бы не снять видео, потому что ну, я хочу снимать видео. Сейчас я покажу вам подарок. Он очень тяжелый такой, прям огромный. Наверное, вы поняли, что это, это алмазная мозаика. Вот так вот она выглядит. Что еще я надумала? Я надумала делать вот такой вот шикарный, прелестный букет из бабочек, потому что она мне скинула такое замечательное сообщение. Ну, не только из-за этого. На самом деле, я об этом думала, что я буду дарить, просто забыла. Она мне скинула такое сообщение с фотографией такого букета и такая, не намеку. Думаю, что да, намеку все-таки. Вот. У меня там бабочки. Я сделала пять штучек. Нужно шестьдесят. Ну, ладно. У меня еще две недели. Ровно две недели. И последний подарок, кстати. И у меня меняются схемы вот так вот, да? Это кукла. Вот такая вот кукла. Просто чудесная. Просто невероятная. Когда я ее увидела, просто офигела, что такие вообще существуют в мире. Вот. И что? Угадайте, что? Она мне опять это скидывает. Я в шоке. Откуда вот, откуда у нас мысли с ней сходятся? Она мне скинула опять пятьсот миллионов фрилсов. Думаю, ну, наверное, просто какой-то юмор. Она мне скидывает такую куклу и пишет, какая классная. А я придумала эту куклу. Вообще-то, до нее. Я придумала ее на пять дней раньше. Так что, все. Это не она мне идея. Это не ты мне идею подала. Ты поняла меня? Это я сама придумала. Вот и все. Вот теперь буду вязать ее без схемы, без ничего абсолютно. Нет никакого туториала, никакого видео, ну, которое объясняет, да, как это делать. Есть я и моя голова, и нитка, и все, и крючок. Нитка называется детская забава. Child Fun. Comtex. Всем привет! У меня апдейтик. В общем, я уже связала вот такую вот штучку. Она почти готова. осталось ей ножки и, естественно, платье, платок. В общем, готова сама фигурка. Она очень плотненькая. Мне очень нравится нитка, с которой я вязала. И сейчас я придумала сама гениальную идею, чтобы не было никаких застежек, пристежек, потому что это очень тяжело. И мелочная работа. Я решила просто обвязывать вокруг нее это платье. Это очень тяжело. Я просто вот это вот вешу уже пять минут. Такая чисто шарфик. Вот. Я надеюсь, что у меня все получится, потому что я так в жизни не делала. И не знаю, кто вообще так делает. Это я сама типа выдумала. И вот что-то получается вот такое вот. Но мне нравится. Это очень мило. Вон у меня есть глаза. Всем привет. Осталось 11 дней до дня рождения моей подруги. Так, мое любимое выражение. Не обращайте внимания на мою притёску. В общем, просто сейчас мы куда-то поедем. И мне нужно это. Сделать красивые волны. И я вот так вот завернула. И они вот такие вот. Так, всё. Просто посмотрите, пожалуйста. Какая она красивая. Я в шоке просто. Я в шоке. Как это классно. Пожалуйста, на мелкость этой работы. Вообще. Так. Конечно же, ещё что? Самое важное. У неё будет платок. Давайте я сейчас вам сделаю супер-пупер переход. Это очень мило. Я в шоке, насколько это круто получилось. Сейчас. Я его немножко не так завернула, на самом деле. Это очень легко делать. Просто. Да. Я вначале, наверное, показала. Сейчас мне. Вот она вот здесь вот завязывается на такие ниточки. Просто очень легко всё. Вот. Просто вот такая вот штучка. Всем привет. Осталось 9 дней до дня рождения. Я доделала все бабочки. Поврезала. Сейчас. Я покажу. Уговорит 55 бабочек. Как-то вот так вот. Страненько, типа, наприклеивала. Я всё перепутала. Так. Замечательно. Так. И ещё. Я начала резать плёнку. Мне кажется, что это очень большие кусочки. Сейчас. Потому что я кладу вот так вот. И вот он очень как будто был большой получается. И вот я думала. Так. Ширину плёнки я делила на 3 части. И вот думаю, делить на 4. Потому что как будто бы большевата. Ну вот я очень сомневаюсь. Я не знаю. Вот я сейчас нарежу маленькие. Получно слишком маленькие. Нарежу большие. Получно слишком большие. И что теперь? Я не знаю. Ну и ещё разберёмся. Ещё время есть. Поэтому вот. Привет. Так. Я считаю то, что я очень продвинула за сегодняшний день. Я сделала. Нарезала кучу вот таких вот штучек. Я в итоге, кстати, решила делить на 3. О чём я говорила. Ну, в общем, бабочка гораздо меньше, чем эта плёночка. Потому что она же потом будет сгинаться. И если я сделаю меньше, то она будет слишком маленькая и будет вообще не видно. Я решила сделать вот так вот. Тут их ровно 60. Может быть, чуть-чуть есть лишнее. Вот. Погнула проволочки, чтобы клеить на них бабочек. Прямо так вот сверху. Сейчас покажу. Вот тут такая погнутая. И вот так на неё. Оп. Вот так вот. Перемещаемся. Так. Теперь немного о кукле. В общем, она у меня готова. Почти что я сделаю ей ноги. Они очень милые вот так вот. Шатаются. Вместе с моим телефоном, конечно же. Ой. Очень. Ну просто очень милые. Мне очень нравятся ещё тут бантики у меня. На них. Да. Вот такая вот кукла. И я вяжу... Связала одну руку. Окей. Сейчас вот. Она будет выглядеть примерно вот так вот. Я ещё не пришивала. И будет вторая, конечно же. Куда без второй руки. Всё. Вот так вот. И потом лицо. И всё. Готово. Ну просто. Я счастлива, что я всё успеваю. Потому что, представьте, мне приснился пару дней назад сон. Как будто бы я ничего не успела. Завтра день рождения. Я ничего не сделала абсолютно. И я такая. Ой, что делать? Какой ужас. Так, всем привет. Осталась неделя до дня рождения. И что я хотела уже вам жаловаться. То, что у меня не работает. Ну, не то, чтобы он не работает. Просто я не могу. У меня руки кривые. Не могла я ничего приклеить этим пистолетом. В итоге смогла. Главное, захотеть. Правильно? Даже ничего. Ладно. Отваливается. Одна отвалилась. Ну, минус один. Ну, как бы, посмотрите просто, насколько уровень работает. Только тут какие-то волосы. Волосы где-то от этого клея висят. Ну, ладно. Они хотя бы приклеились. Ну, ё-моё. Я уже этот прям наливаю жидкий клей. И вот так пальцем туда, не жалея, просто тыкаю. Понимаете ли? А потом ещё и плёнки туда приклеивать. Ну, я сегодня прям на продуктиве довязала эту куколку. Наконец-то. Очень-очень красивая такая у неё сумочка. Очень прикольные розочки такие. Вот. Она же как-нибудь помогла сделать губы. Просила, просила. Допросилась. Вот. Она мне... Мне сейчас было очень смешно с этого. Она мне предложила дарить вот в такой коробке. Уровень просто... Это так смешно. Это просто вот так ударишь, а она оттуда выглядывает тебе из коробки. Просто красотень какая. Мне не верится, что я тогда делаю. Просто не верится. Оно будет, возможно, немножко порасправленнее. Но вот мне даже нравится этот запьём. Как будто даже больше не надо, да? Вот. Ну, просто. Ой. Они ещё и будут изнутри светиться. Ну, ё-моё. Ну, просто чудо какое-то. Неужели это сделала я? Я что, флорист? Я флорист. Всем привет. Я очень устала. Я просто задолбалась. Сделала... Ну, как сказать, я. Мы сделали с анажкой. Такую венгалку. Сейчас свет выключим. Ой, ну ё-моё, ну очень красиво. Мы так намучились. Я ещё очень замучилась, потому что все вот эти вот плёночки, которые я очень тщательно приклеивала к этим бабочкам, они все отвалились. Вот так вот вниз поупадали. Поупадали. Мой русский язык. В общем, да. Поупадали они все. И что, я их вот такой, как наверх подняла. Вот сейчас вот так вот корректирую ещё плёночками большими кусочками вот такими вот по бокам. Вот, сейчас всё заклею по возможности. Я очень надеюсь, что сегодня я всё это успею. Но получается как-то так. Такие-то сделали путём невероятных усилий просто. Это выглядит нереально красиво. К жизни выглядит лучше. У меня нет слов просто. Я уже всё. Я уже испытала все эмоции, которые можно было испытать. Я так психовала сейчас, когда эти плёнки отлипали. Просто, просто. Пожалуйста, пожалуйста. Вот вам и ночник. Вот так поставил и спишь. Я обязательно сниму с ним этот вот тренд, который типа Мне это не подарили, но я это сделала сама своими руками. Ё-моё, я обязана снять этот тренд. Не пугаемся, я буду спеть своим голосом из-за авторских прав. Мани-шац, бэнк. Ара, юрайз, бэнк. Тут чапа, ту мани-шац, бэнк. Ап-ап, тру ю, бэнк. Всем привет. Мы не переключаемся, потому что мы сейчас поедем к сабрике на дилер-диней. У нас с публиком мейк-ап. Он сказал, что он мне поможет. Так, у меня тут средств буквально может быть столько. На самом деле, в обычной жизни я пользуюсь только вот этим карандашом. Больше ничем. Потому что мне лень, во-первых. Во-вторых, я не успеваю. В-третьих, нафиг это надо, правильно? Нафиг быть ненатуральной. Вот так. Ну что, они помогли мне в итоге накраситься. Накрасилась я сама. Погода очень радует. Идем. Ой, какая красота. Ну просто красота, лепота. Сейчас меня заберут. Ее заберем тоже, а то она там что-то это... Вот. И едем. Едем. Мы целые полчаса ждем каток. Мы устали. Но зато мы наболтались чуть-чуть, да? Нет, зато мы впереди. Ты покажи очередь какая-то. Да, вот смотрите, это мы впереди. А это мы сейчас... А это там сзади 500 тысяч людей. Надеюсь, они не просят, что я их снимаю. Жесть. Люди нам помахали. Мы популярные. Мы тут. У меня держат руки. Ура! Она уже один раз упала. Счетчик упаданий. Один раз. Ноль раз. Ноль раз. Она у нас профессионала, но ни разу на нее не упадет, да? Смотрите, какая. В зеленой куртке. Умная такая профессионалка. Что творится? Что-то, бедный мальчик. Затягивает. Что я могу поднимать? Да как я поднимаю? Снимать, как мы катаемся, это уже слишком страшно. Поэтому просто... Просто мы ничего не снимаем. Все-таки телефон нам еще дорог. Такие мести. Можно разрешаем. Подождите, проходите, пожалуйста. На вас. Будь-бай. Будь-бай. Ты вот так вот снимай. Даже была... Всем привет. Я выезжаю от вас. Спасибо за ней. Я на форс. Мы... Есть, я за тобой поеду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я разрешала, чтобы он был холодным, и он все вкуснее. Я уже отпилась. Идемте в Читай-город, давайте допиваем. Десять раз мы снимали Фрэнс, так и не получилось, но мы можем. Что это было? Все пока, мы идем в Читай-город. Мне подарили его того и сказали, что он вообще не меня. Кто это? Это Ворон. Это Капибара. Сиди мы. Здравствуйте. Просто в первую минуту я уже опозорилась, снимала блог и он пришел. Он работает в блоге. Сидит одна. Блогера кого? Брайн Мапса? Нет, это из тук-тук. Да, я не помню, как он. Спасибо, Ряна. Тут такая классная люстра. Спросим, опозоримся? Уже опозорились, можно еще раз, правильно? Правильно. Посмотрите, как ломается лосось. Это кто? Это Анюси на плясках? Да, Анюси на плясках. Вау. Мы поели, и я даже не показала суши, и никто их не сфоткал, и никто их не снял на видео. Вот здесь они. Реально. Вкусно очень, но я не объелась прям. Меня прям круто поелась. Ну а что вы два седа есть? Так. Почему надо? Прикиньте, нам сначала два сета принесли. Мы чуть их не съели. А если бы съели, то заплатили бы в два раза больше. Дело видно, что взрослые, ходим в ритуале, покупаем какие-то nail polish. Что-то у меня с губами, что-то мне не надо. Такие мои эстетки, да? 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 Давайте всем приветствуем. Распаковка подарков. Давайте сначала первая. Так, поздравляю. Распаковка подарки. У вас есть. Ааааа, я так думала, что тут подарки. Распаковкаdon. это книга я сама прочитала очень классно я счастлива я не попадаю тебе, тебе, тебе Савва скинь все своими руками, да? да, он своими руками, Саврика не по кукной своими руками это светильник тебе это я купила это я купила поэтому мы тебе отговаривали чтобы ты сегодня купила да это ты делала? да, конечно я вообще вообще какая вообще ужас сумочка без счастья Савва Савва всем пока так, ну что, мы вернулись пока я не забыла счетчик падений в итоге я не упала ни разу просто я в шоке как я так сделала? это все ради телефона потому что он лежал в заднем кармане мне было за него очень страшно поэтому я не падала так бы мне кажется я была более смелой и падала бы вот Реания упала раза два Саврика упала три раза а на первый раз на катке она упала три раза я в шоке я падала раз пятьсот в первый раз мне кажется в общем да а еще кстати вот то что я говорила то что я хотела купить лак для ногтей вот у меня кстати кусочек лака представляете он там написано на цене где он стоит сто десять подхожу я к кассе она мне говорит триста шестьдесят нормально а оказывается сто десять стоят только определенные цвета видимо самые кринжовые я офигела такая думаю нафиг он мне нужен убрала купила вот такой вот бальзам думала что просто бальзам как бальзам он такой приятный он стоит сто семьдесят тоже дороговато но он такой приятный я бы нигде его не заказала бы, вот так вот на память я купила себе он у меня как антистресс вот так вот щелкать вот очень приятный на губах поэтому да лак нафиг не нужен, зато у меня есть капля лака за 360 рублей что сказать, мне очень-очень понравилась эта поездка, я очень просто у меня уже как традиция, я считаю кстати, огромный год с того момента я начала снимать влоги и в целом начала вести ютуб, зачем я так делаю пальцами я просто не знаю в общем я очень рада, что я снимала это, потому что это просто память, мы потом будем пересматривать это все вместе вот, благодарю конечно же свою подружечку за то, что у нее день рождения, за то, что она нас куда-то отвезла накормила, напоила, на катке покатала, вот, очень благодарна ей, очень всех люблю, очень люблю ее, конечно спасибо за просмотр и всем пока